У нас уже действительно есть первый гость на связи, если я правильно расслышал все, что мне подсказывают и правильно увидел все то, что мне показывают. Руслан Левиев. Руслан, добрый день. Здравствуйте. Ты хотел задать первый вопрос, не буду я решать то право. Спасибо, Дмитрий. Добрый день, Руслан. За Дмитрия скажу, что сегодня он дает мне право первого вопроса, потому что на первом моем эфире он не давал мне такого права, а сегодня справедливость восторжествовала. Руслан, хотела спросить у вас про обстрелы Украины вчерашнего дня и дня сегодняшнего и уточнить, как вам кажется, то, что обстрелы продолжили сегодня, означает ли, что возможно теперь они будут каждый день? Можно ли как-то оценить боевой арсенал России, потому что она уже вчера потратила достаточно большое количество вооружения, достаточно большое количество ракет. Можно ли как-то на данный момент оценить боевой арсенал России и сказать, когда он просто закончится? Точных цифр не знает никто, разве что кроме самих российских военных, потому что, естественно, подобные данные, они всегда засекречены, но мы просто всегда исходили из оценки, наблюдая за происходящими событиями по использованию этих ракет. Мы помним, что где-то к концу весны, примерно плюс-минус, к концу весны частота применения таких ракет, таких как Калибр, Х-101 и прочее, она резко снизилась, из-за чего, собственно, иностранные посольства вернулись в Киев. Но мы тогда уже говорили, что это есть наверняка какой-то неприкосновенный запас, который будет использоваться по особым случаям. Вчера его использовали частично, и мы это ожидали, потому что Крымский мост это очень такая чувствительная тема, гораздо более чувствительная, чем потеря российскими силами Харьковской области. Но вот сегодняшний мастер Нандарпов и его повторения мы, честно говоря, не ожидали. Как раз кипра, по той причине, что есть неприкосновенный запас, и его прямо сейчас сходу весь до конца тратить было бы странно, потому что конца войны пока не предвидится, и наверняка будут еще особые случаи. Тем не менее, сегодня обстрел продолжился. Я по этой же причине, что запас ограниченный, не думаю, что этот обстрел будет продолжаться там теперь каждый день. Может быть, завтра он снова произойдет, но я не думаю, что он так будет продолжаться там несколько недель, месяцев или более. Потому что если будет идти именно так, то есть прям каждый день, ну или хотя бы очень часто в течение длительного времени, то тогда мы действительно придем к тому моменту, что все подобные вооружения, все подобные дальнобойные ракеты дорогостоящие, они закончатся. Мы полагаем, что все-таки российская военная промышленность пока что еще может некоторые из этих ракет производить, потому что наверняка есть у них складские запасы компонентов различных, которые необходимы для производства подобных ракет. И просто какую-то часть они могут производить, просто они по темпу не будут успевать за расходованием этих ракет. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, может быть, завтра снова будет обстрел, но вряд ли он будет теперь проходить вот так вот, прям каждый день вот в таком формате. Руслан, вот хочется понять, скажите, пожалуйста, эти обстрелы, да, начались в понедельник, это случалось через два дня после Крымского моста, и, конечно, многие не сомневаются, что это такое отмщение за то, что было с Крымским мостом, но при этом звучали мнения о том, что ну нельзя за два дня вот так вот подготовить и начать бить, но все-таки нужно обозначить какие-то цели, места. Вот все-таки, по вашим оценкам, это действительно была акция возмездия, или это готовилось давно и просто так совпало? И какие есть причины для той или иной точки зрения, ну, в зависимости от того, какую вы точку зрения отстаиваете? Ну, во-первых, я думаю, что за два дня вполне можно подготовить подобную операцию, потому что, я думаю, как правило, у Генштаба России есть все необходимые координаты таких важнейших объектов Украины и прочих других соседних там стран, которые могут там в различных ситуациях рассматриваться потенциально, вдруг они будут противниками, поэтому надо заранее подобные данные собрать. И просто достали из полочки один из вариантов, что можно применить, какой ответ. Если бы мы увидели какую-то очень сложную операцию, в результате, которая бы, например, впервые уничтожили бы Хаймарс, или что-то вот в этом роде произошло бы, вот тогда бы я сказал, что, наверное, да, что вряд ли такое за два дня, настолько сложную операцию можно подготовить. Но поскольку мы здесь видим просто удары по стоячим объектам, которые заранее известны, все их координаты, все это понятно, то мне кажется, что вполне и за два дня можно подготовить, но и плюсы, я думаю, наверняка подобный сценарий, он на всякий случай прорабатывался и лежал на полке, когда будет необходимость. И вот возникла необходимость, что нужно как-то произвести ответную реакцию, потому что все теперь этого ждут. И вот достали из полки сценария и применили его. Руслан, если этот сценарий, на самом деле, подготовился и был реализован за два дня, то, может быть, мы могли бы связывать это не только с инцидентом, давайте назовем это так, на Керченском мосту в Крыму, но и с назначением Сергея Суровикина. Ну, то есть он известен как достаточно идиозный персонаж, и в его биографии уже были достаточно кровавые сюжеты. Может быть, он пытается таким образом выслужиться? Ну, да, он известен своим августовским путчиком, своим участием в августовском путчике, когда они там давили протестующих. Некоторые приписывают ему еще звание «сирийский маньяк», хотя на самом деле, как мы видим, это такое переходящее звание, потому что сейчас уже даже сложно представить, какого из российских генералов, кто командовал российской группой правых войск в Сирии, не называют сирийским маньяком. Похоже, что получается прямо всех. У нас такое впечатление. Хотя мы, неправдовое из этих генералов, не знаем ничего такого, чем бы они так отличились сильно в Сирии. Потому что мы наблюдали же за сирийской войной, мы детали все эти знаем. И мы считаем, что подобный масштаб ударов, а это ведь впервые настолько масштабный удар с 24 февраля, ну, примерно с тех дат, все эти месяцы не было настолько массированных ударов. Подобный масштаб может согласовать только лично Владимир Путин. Может быть, Владимир Путин в какой-то момент заслушал доклад Бастрыкина, Патрушева, других близких ему чиновников, отвечающих за силовой блок. Услышал слова про то, что это теракт Украины и потребовал, типа, так, предложите мне ответные варианты ответной реакции. Возможно, я допускаю вполне такой вариант, что Суровикин сказал, типа, а можно вот, например, вот так? И предложил. И Путин сказал, типа, да, даю добро. То есть я не верю в вариант, когда Суровикин решил, там, типа, сам захотел, давайте вот в ответ ударим вот так. Нет, я такой вариант скорее исключаю, учитывая масштаб атаки. Руслан, классический, наверное, вопрос последних дней для вас. Как минимум, я чувствую, что задаю, наверное, третий раз. Мобилизация стартовала где-то, частично, как ее называют, в сентябре. Сейчас уже октябрь на дворе. Ожидалось какое-то усиление, да, подавалось нам так, что Россия пойдет резко вперед, какую-то там пользу какую-то принесет, мобилизация. Что-то, ну вот сейчас, почувствовали на фронтах какое-то увеличение численности армии, действительно, там, поход вперед, взятие один за другим, населенный пункт, какую-то пользу приносит эта частичная мобилизация уже или нет? Ну, мы ничего подобного не ожидали. Мы, наоборот, всегда говорили, что посмотрим, как они будут распоряжаться этими силами, будет ли их готовить и какое время будет готовить. И сейчас, по факту, мы видим, что часть мобилизованных отправили без подготовки сразу на линию фронта, на самые напряженные участки, там, где людей не хватает, и поэтому украинские силы успешно продвигаются. Это, во-первых, конечно же, Саватова, ну, там, где недалеко, ну, в Луганской области, и оттуда уже есть видеозаписи самих мобилизованных, которые прямо говорят, что вот, нас мобилизовали в Москве, там, 11 дней назад, и без какой-либо подготовки сразу бросили сюда, в Саватова, где вот сейчас будет самая горячая фаза, соответственно, огромные риски погибнуть. И они там даже на видео перечисляют, что, типа, ну, я вот там три раза пострелял, ну, все, это вот все мое обучение. Появились также фотографии и мобилизованных из Херсонской области, тоже очень напряженный участок линии фронта, как мы видим. Но пока что мы не знаем, в результате наличия мобилизованных или в результате других действий удалось, например, российским силам стабилизировать линию фронта на Херсонском направлении, это правда. То есть сейчас пока там дальше украинские войска не продвигаются в сторону Херсона, то есть продолжаются просто бои. В Саватова потихоньку украинские силы продвигаются, но там тоже пока не такой сильный. Сложно сказать, повлияло ли это на это как-то вопрос присутствия мобилизованных. Я, честно говоря, не уверен, потому что мы в Кырске мобилизованных бросили сейчас на линию фронта таких самых неподготовленных, то есть их не готовили, потому что они требуются срочно. И да, мы полагаем, что есть наверняка уже первые убитые мобилизованные, погибшие. Просто пока их имена еще не опубликованы, не подтверждены, мы исходим с того, что раз есть пленные мобилизованные, то наверняка есть и уже убитые тоже. И вот еще в догонку к этому вопросу только что пришла буквально новость, точнее новость сегодняшнего дня, что кроме ЧВК Вагнера активной вербовкой заключенных занялся Минобороны. То есть если ЧВК ездил отовсюду, вербовал заключенных, то Минобороны подхватил и стал из так называемых красных зон, брать там так называемых бывших сотрудников, да, и так далее, дело правопорядка, армия. И вот эта вот тактика, тоже хочется про нее спросить, она себя каким-то образом зарекомендовала, потому что, да, как мы видим, публичное там поведение пригожное или еще кого-то, они показывают, ох, как это помогает, несмотря на то, что там какие-то люди получают травмы, хоронят, но тем не менее, они приносят какую-то пользу. На ваш взгляд, тоже было ли отмечено какой-то успех, если уж Минобороны подхватил вот эту тактику вагнеровцев? Ну, здесь можно сказать, что условно частичный успех в том плане, что вот вам еще один ресурс, который можно долго черпать и оттуда брать личный состав, потому что там наверняка будет больше желающих пойти на такие условия, несмотря на то, что там огромные риски гибели или ранения, инвалидность получить. Тем не менее, это люди, которые, ну, по сути, они же ведь отчаявшиеся, потому что у них выбор, либо там еще 10-20 лет сидеть за решеткой, либо повоевать и податься на тебе обещание, что ты повоюешь полгода и дальше домой. Вот, и наверняка очень многие будут соглашаться как раз таки на этот вариант. Плюс еще получить денег, а может быть даже какой-нибудь орден. Поэтому, да, в этом плане есть условно такой частичный успех, который, конечно, будет уже влиять на расклад на линии фронта, что дополнительный личный состав будет появляться. Но пока успех в формате того, чтобы они куда-то там из-за этого начали сильно продвигаться, мы этого не видим. Мы знаем, что группа Вагнера, например, воюет на Бахмутском направлении. И по части направления на Бахмут мы видим, что там по-прежнему российские силы продвигаются микроскопическими темпами. И на днях, я даже в сводке шутил, что у российских сил появилась новая традиция. Каждый месяц они объявляют о взятии населенного пункта Зайцево. И они объявляли об этом в августе, они объявляли об этом в сентябре. И вот сейчас на днях они снова объявили, что они, оказывается, взяли Зайцево. Спасибо. Спасибо большое, Руслан. Спасибо за информацию. Ждем вас еще в наших эфирах. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...